Здравствуйте, дорогие друзья! Новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Вот наш герой Трамп. Да, герой. Вот очередной вопрос. Он сейчас вообще в мире действительно на первом месте. Вот его очередной поступок. Как пояснили в Белом доме, отныне бойкот объявляется CNN. В CNN он не собирается давать никаких интервью. Кроме того, прочего, он пишет в своем Твиттере, называет этот канал ужасным, транслирующим лживые новости. Президент также критически высказывается в адрес газет New York Times, Washington Post за нечестное, по его мнению, освещение его деятельности. Ну, это естественно. Это мы знаем, что это продолжается уже много времени. И вообще эти газеты, они очень однобокие. Они не могут претендовать ни на какой уровень объективности, а даже самый минимальный. Ну, что сделаешь? Обычно объявление... Они находятся в руках евреев. Так что это естественно. Что все они экстралиберальные, сугубо демократические. Я бы сказал, что просто... Что дальше уже некуда. Они только забыли, наши уважаемые евреи, что демократия, если она неограниченная, она приводит к нацизму. И вот это то, что впереди светит. Если Трамп их не ограничит. А если он их ограничит, то они должны сказать ему большое спасибо, потому что именно благодаря Трампу они смогут существовать в каких-то рамках. А иначе они очень быстро придут к нацизму. А вы считаете, в наше время средства массовой информации могут оказаться человечными? Могут? Нет, ни в коем случае. Потому что они все куплены и подчинены каким-то догмам, элитам. И поэтому все, что в них находится, это заранее все прописано, переписано, ничего там. Нет никаких абсолютно объективных, что ли, новостей или мнений. То есть объективная СМИ появиться не может? Нет. В наше время, в нашем мире? Никак абсолютно. Включая даже новости о спорте и о науке, о чем угодно. До чего наш мир дошел? Наш мир управляется эгоизмом. И поэтому, естественно, что такое огромное воздействие на людей, которое позволяет средству массовой информации, оно не может оставаться вне эгоизма человеческого. У тебя один эгоизм, у меня другой, у того третий. У каждого из нас свои газеты, свои каналы телевизионные, свой интернет и так далее. И мы между собой воюем и так далее. В принципе, или мы ставим людей партийных, или президентов и так далее. Это все, естественно. СМИ в этом принимают очень активное участие. То есть, в принципе, они себя в настоящее время, в общем-то, полностью, полностью раскрывают всю свою необъективность. Ну, это, в принципе, было и раньше известно. Но народ все-таки еще употребляет их. Я лично в качестве только лишь данных. Что-то там произошло, что-то там произошло. И то, это вопрос, произошло ли или нет, как факт. То есть, голая информация. Если можно откуда-то почерпнуть, но аналитику какую-нибудь, это абсолютно никак не увязано с действительностью, а только с намерениями тех, кто платит. Ну, у меня к вам острый вопрос. А вот наше с вами, средство массовой информации, вот мы сейчас с вами делаем такие новости, ответы. Абсолютно зависимое, необъективное ни в коем случае. Нет. Вообще, каким образом может быть объективным средство массовой информации? Вообще, что и в мире может быть объективным? Если тот, кто его создает, это человек, а у человека есть эгоизм, и этот эгоизм диктует человеку, что надо делать. Подсознательно, осознанно, неважно как. И мы с вами такие. Мы, естественно, но мы осознаем, почему мы это делаем. И пытаемся все это делать только для высшей цели. То есть, приближение человечества к единению, и в этом единении достижение высшего уровня его существования. Это разительное отличие. Но в этом мы очень заинтересованы. То есть, тут я зубами и когтями, в общем, держусь за любую возможность выдать массам эту идею, идеологию, цель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА